Всем привет, с вами канал Всю Китай и сегодня у нас на обзоре очень интересный беспроводной микрофон. Но если быть точнее, это у нас комплект микрофонов с очень обширной комплектацией. Это у нас от бренда Kimofun, ну либо Kimofan, моделька G102-5. И с Алиэкспресса приходит все вот в такой вот посылочке, голубенькой. И давайте смотреть, как это выглядит. Кстати, доставка была из России и доставили всего лишь за 5 дней, что очень быстро. Ну и доставка была курьерской. Так что, кому нужно очень быстро, смело можно заказывать у этого продавца. Ссылка будет в описании. И вот так вот все это выглядит. И как вы могли заметить, пришло это все не в коробке, а просто такая вот накладка. А дальше лежит вот такой вот чехол, который достаточно увеситый, потому что там куча всего внутри. И это огромный плюс, что для микрофона есть свой кейс, своя вот такая вот упаковка, скажем так. Где всю эту комплектацию хранить? Даже вот такая вот веревочка есть. Это достаточно прикольно. Молния, которая очень хорошо работает. Ну, то есть молния прям качественная. Ну, а вот здесь вся комплектация. Давайте поговорим о ней поподробнее. Начнем с самого главного, что здесь есть в комплекте. Это у нас приемник. Вот так вот он выглядит. Здесь у нас, соответственно, штекер Jack 3.5. Ну, и это у нас приемник, куда будет сигнал приходить. То есть вот это подключаем к своей камере, к компьютеру, телефону, неважно к чему угодно. И, соответственно, эта штука будет получать сигнал. Дальше более подробно рассмотрим. И, соответственно, все это включим и протестируем. Это у нас передатчик. Здесь вместо Jack 3.5, ну, соответственно, вместо штекера здесь гнездо Jack 3.5 для того, чтобы сюда подключить микрофон, который тоже есть в комплекте. Выглядит он примерно так же, как и сам вот этот вот приемник. Но здесь такой вот шнурок и, соответственно, другое гнездо. Тоже дальше посмотрим. И передатчик здесь, кстати, не один, а их два. Они полностью одинаковые и подключаются они к одному приемнику, к вот этому, который я показал самый первый. И вы можете в кадр поставить два человека, повесить им петлички и без проблем записывать на один приемник. То есть одним каналом, скажем так, и ничего при монтаже сводить не придется. Запись звука будет идти одновременной и все будет хорошо. Также в комплекте, как я и сказал, есть микрофоны. Но микрофонов здесь не просто два, как вот этих вот передатчика, а микрофона здесь четыре. Здесь два вот таких вот оголовья, то есть чтобы повесить на голову. Вот здесь находится у нас микрофон. Ну, эти штуки полностью одинаковые. Будем разглядывать одну. Здесь можно отрегулировать провод. Это не наушники, это просто такие держатели. То есть с одной и с другой стороны, просто для того, чтобы это держалось, крепилось на голове. Гибкий микрофон можно направить, как это будет удобно, соответственно. И подключаем это все к передатчику. И с помощью передатчика уходит все на приемник. И звук записывается на вашу камеру, ну, либо что-то еще. В общем, два вот таких вот микрофона есть. Отлично подойдут для того, чтобы вести какие-то тренинги или что-то типа того. Ну, в общем-то, чтобы это было удобно. Можно надеть на голову и, соответственно, разговаривать. Ну, а также в комплекте есть и две, скажем так, стандартные петлички, на которых уже одета ветрозащита. Кстати, на этих штуках тоже ветрозащита здесь присутствует. Это я к тому, что дальше еще есть и дополнительная ветрозащита. И, в общем-то, в комплекте вот такая вот петличка, соответственно, есть обычная. Подключаем к передатчику. И, кстати, здесь не просто подключение. Если вы обратили внимание, здесь есть такая вот гайка сверху. То есть мы просто втыкаем. Ну, а также можем закрутить, чтобы случайно не вырвать петличку из, соответственно, этого гнезда. То есть накрутили, и теперь это все одно целое. Никак отсюда это не достанется. Это тоже, кстати, огромный плюс. Все это продумано. Мне это очень нравится. То же самое, кстати, и здесь реализовано. Сразу не показал это. То есть тоже здесь есть вот эта вот гайка, чтобы все зафиксировать и чтобы ничего у нас не выскочило в самый ненужный момент. Касаемо петлички, вот эта прищепка здесь металлическая. Это огромный плюс. То есть она будет долговечна. Нескоро явно сломается. Ну, а вот так выглядит сам микрофон без ветрозащиты. И, как видно, микрофон у нас не направленный. А, в общем-то, со всех сторон будет брать звук. Но это плюс в том плане, что если вдруг случайно вы отвернули микрофон от себя, чтобы записывалось все нормально. За счет того, что он берет со всех сторон. В общем, я не считаю это минусом, что он не направленный. А считаю это именно плюсом. Длина кабеля этого микрофона метр двадцать. В этом пакетике у нас вторая такая же петличка. Не буду доставать. Смысл в этом никакого. Они полностью одинаковые. Ну и про что я говорил. Помимо того, что на каждом микрофоне, на всех четырех есть ветрозащита. Также еще есть четыре дополнительные ветрозащиты. Вот такие вот поролоновые. То есть точно такие же, которые сейчас установлены. Ну а также в этом пакетике есть вот такой переходник. Тоже имеется резьба. И это у нас переходник именно для приемника. То есть здесь джек 3.5. Если нужно подключить, соответственно, вот таким вот штекером. Мы это все подключаем. Плюс накручиваем, опять же, для того, чтобы контакт был хороший. Чтобы ничего у нас не вылетело. И получаем уже вот такой вот штекер на выходе. Который отсюда не вынимается, пока мы его не открутим. Я, если честно, дико удивлен. Но в комплекте с этими микрофонами есть даже звуковая карта. Внешне USB звуковая карта для компьютера. Если вдруг у вас что-то не работает. Эта карта будет работать plug and play. То есть подключил и, в общем-то, пользуйся. Никакие драйвера ничего не нужно. Просто в USB воткнул. И получаем здесь два разъема. Желтенький и зеленый. Желтый это у нас микрофон. Зеленый это для наушников. Это на случай, если у вас не получается воспользоваться этим микрофоном через свой компьютер. У вас почему-то он не работает и так далее. Пробуйте через вот такую вот карту, которая есть в комплекте. Не просто так ее сюда положили. Дальше вот такой вот у нас переходник, на котором написано телефон. То есть это переходник для телефона. Но, по сути, он и для компьютеров для некоторых тоже будет использоваться. Что у нас получается? Здесь у нас Jack 3.5. Для того, чтобы подключить к телефону. Ну, либо к ноутбуку. Если у вас не поделены разъемы на наушники и микрофон. То есть у вас один общий разъем, как на телефонах. А с этой стороны мы получаем гнездо для наушников и гнездо для микрофона. То есть это своего рода делитель, чтобы у вас сигнал шел правильно. Попробовать можно, конечно, и напрямую подключить. Но не факт, что все будет в порядке. С вот этим переходником точно все будет на телефоне работать как надо. То есть микрофон будет определяться именно как и нужно. Еще одно крутое решение, которое я здесь обнаружил, это вот этот кабель. Как понятно, что в приемнике, что в передатчиках установлен аккумулятор. То есть он там встроенный. И, естественно, это все нужно заряжать. И чтобы заряжать, нужен кабель. Заряжается это все по microUSB. Но заряжать на сразу три устройства по факту. Ну, либо два, если вы будете использовать только один передатчик. И здесь в комплекте вот такой вот кабель. С этой стороны у нас USB. Подписано, что воткнуть нужно в зарядку. Ну, а с вот этой стороны целых три microUSB. Чтобы сразу три девайса подключить и одновременно заряжать. Понятно то, что зарядка нужна помощнее. Хотя бы ампера на два. И тогда все будет заряжаться вместе. И все будет хорошо. Кабель, кстати, достаточно качественный. Ну, а также в комплекте осталось две вот такие вот пластмассовые прищепки. Это прищепки для передатчиков. То есть мы передатчик, соответственно, берем с собой. Приемник остается на камере. Передатчик берем с собой. Выходим в кадр. Вешаем петличку. У петлички есть крепление. Ну, либо одевать вот такую петлю. Не петличку, а вот этот вот оголовник. Вот этот, который на голову цепляется. Либо одевать петличку. И там есть прищепка для того, чтобы повесить на воротник. А что делать с передатчиком? То есть вот такой вот здоровенный передатчик. Будет висеть. Ну, как-то это некрасиво. И для этого в комплекте лежит вот такая вот прищепка для того, чтобы повесить, не знаю, ну, на воротник, наверное, вряд ли. Но куда-нибудь на одежду, на карман, на ремень, еще куда-то. Соответственно, вот так у нас это все крепится. Зажимаем, чтобы это ничего у нас не свисало. Подключаем петличку. И петличку уже вешаем на воротник. То есть все в этом плане тоже предусмотрено. Все в этом плане продумано. Вот такая конструкция получается в итоге. На мой взгляд, выглядит шикарно. И огромный плюс в том, что нужно использовать проводную петличку именно от камеры тянуть. Это не всегда удобно. Даже во многих случаях это совсем неудобно. А вот такое решение беспроводной петлички, ну, как по мне, реально топовое. Также в этом чехле осталась вот такая вот а-ля визитка. Ну, в общем-то, сообщение, скажем так, от продавца, от производителя. Ну, а также есть инструкция. Инструкция на английском языке. Но, тем не менее, здесь можно разобраться, что к чему. Здесь, кстати, указаны и характеристики. Вот так вот все это выглядит. Можете, соответственно, ознакомиться. Давайте разбираться, как этим пользоваться. Это у нас приемник. И все, что здесь есть, это гнездо зарядки microUSB. Ну, а также вот такой вот переключатель. Включение и, соответственно, выключение. Больше здесь по корпусу ничего нет. Ну, и есть еще световой индикатор. Вот он зелененький, моргает. Это он находится у нас в поиске. Для того, чтобы соединиться, ничего особо делать не нужно. Это у нас, соответственно, передатчик. То же самое здесь включение-выключение. Гнездо зарядки. Ну, а вот здесь еще есть громкость. Громкость, так понимаем, микрофона. Ну, это все можно подстроить под себя. И, соответственно, как удобно, так и записывать. Включаю. Тоже у нас светодиод зеленый. Моргает. И сейчас у нас все должно сконнектиться. И все. В общем-то, зеленый светодиод горит и там, и там. Именно светится. И теперь у нас все подконнектилось и может работать. Я тут у себя нашел такую небольшую колонку, на которой есть AUX. И у продавца указано то, что к колонкам тоже можно подключать. Но не менее 30 ватт. Вроде бы не менее. Может быть, не более. Ну, да ладно. В общем, здесь есть AUX. Давайте попробуем для начала. Покажу вам, как это будет работать. Если вы ведете какие-то тренинги с большим количеством людей, и чтобы не орать, можно использовать микрофон через, допустим, колонку. То есть, включаю ее. Подключаю сюда приемник. И подключаю микрофон к передатчику. Ну, в общем-то, раз-раз-раз. То есть, сейчас я говорю микрофон, который у меня на голове. То есть, на головном вот этом микрофоне. И меня слышно через бетуз-колонку. Для тех, кто ведет какие-то конференции, еще что-то в шумных помещениях, все это работает, как видно. И даже несмотря на то, что колонка достаточно миниатюрная, все равно это очень громко. Сейчас вы еще слышите, наверное, на мою петличку мой голос, потому что я сижу рядом со своей петличкой. Колонка стоит чуть подальше. Давайте я попробую выйти в другую комнату и оттуда что-нибудь сказать. И послушайте уже, скажем так, без меня, а только через колонку. Ну, и, в общем-то, я нахожусь в соседней комнате, то есть за стеной. И мой голос вы просто без этой колонки слышать не должны. То есть вы слышите только именно звук с колонки. И, соответственно, вот на дальности я нахожусь где-то метр в 7 от камеры, плюс преграда в виде одной стены. Без проблем пробивает. И без проблем вы меня слышите. Но изменилось ли качество, когда я находился возле камеры, или я вышел, это вы уже можете сами оценить. Я об этом узнаю на монтаже. Кстати, совсем ничего не сказал про заявленную дальность. Заявляется то, что этот микрофон без помех будет работать на 30 метрах. То есть за 30 метров смело можно отходить от камеры с вот таким вот передатчиком и пользоваться беспроводным микрофоном. И, на мой взгляд, 30 метров более чем достаточно. Я, честно скажу, с радостью бы это протестировал, но на улице нереальная погода, сильный ветер, который, скорее всего, слышно в кадре, как он бьет в окно, и выходить туда просто-напросто не хочется. Но все равно даже то, что я протестировал, то есть одна стена межкомнатная, соответственно, в соседней комнате метрах где-то в 7, может быть, даже в 8 я находился, и звук был весьма сносный, то есть весьма нормальный. Так что тоже вполне неплохие показатели. Но на открытой местности, я думаю, это уж 30 метров спокойно будет брать. И что касаемо вот этого ободка, мне он лично показался маловатым. То есть как-то на голове сидит не совсем удобно. Либо у меня большая голова, я не знаю. Ну, в общем, дико непривычно, но я думаю, что со временем можно привыкнуть. И огромным плюсом могу отметить по отношению к петличке. Если петличка у вас висит где-то на воротнике, то здесь у вас микрофон находится прямо перед ртом. И, соответственно, это куда удобнее и куда лучше для звука. Ну, на мой взгляд. И если вы ведете какие-то конференции, еще что-то, вот это вот лучшее решение по сравнению с той же петличкой. Ну, петличкой я пользуюсь уже достаточно долгое время и знаю, о чем я говорю. Вот это решение мне понравилось больше, но нужно привыкать. Петличку я сейчас расположу в то же место, где и находится петличка от моей камеры. То есть, звук, который вы сейчас слышите, идет именно с этого места. И на этом же месте сейчас расположена петличка, которая подключена к вот этому передатчику. Ну, а приемник подключим к телефону. То есть, вот это подключаем в гнездо микрофона. На телефоне включаю запись видео. И сейчас вы видите изображение с телефона и слышите меня именно через микрофон телефона. Ну, а теперь я беру, соответственно, вот эту штуку, подключаю в гнездо наушников. И, по идее, вы должны меня слышать именно с петлички. То есть, за счет этого передатчика. Хуже или лучше звук, в общем-то, опять же, вы слышите и сами можете понять. Вот так вот это все выглядит. Давайте я покажу. Вот она, камера. И петличка у меня расположена вот здесь. Все это не совсем стопопопадает. То есть, вот она петличка, с которой вы меня сейчас слышите. А вот она моя петличка с камеры, на которую я обычно записываю свой голос. И вот так вот это, в общем-то, выглядит. Те же самые манипуляции давайте проведем и с камерой. То есть, сейчас я отключу свою петличку, а на ее место подключу вот этот вот приемник. И, соответственно, вот так меня будет слышно, если использовать комплектный микрофон, то есть, комплектную петличку с помощью вот этих вот приемников-передатчиков. Здесь также громкость есть. То есть, можно сделать тише. Прибавляю. И, в общем-то, ну вот это, наверное, где-то уже возле максимума или максимум. Никакой индикации нет. Непонятно, насколько громче я сделал. Но должно быть громче. В общем, вот так будет слышно с этого микрофона. Но, на самом деле, мне кажется, что здесь разговор про другое. Здесь не про вот эти микрофоны, которые есть в комплекте, а речь как раз-таки о беспроводной связи. И огромный плюс в том, что здесь можно отключить микрофон и подключить и использовать какой-то свой микрофон. Именно поэтому давайте я сейчас отключу петличку, которая здесь есть, то есть, комплектную, соответственно, петличку, и подключу свою петличку, на которую я записываю обычно. Подключаем. И вот так меня будет слышно с моей петлички, но с помощью беспроводной связи. То есть, у меня по-прежнему в камеру подключен именно этот приемник, а на петличку звук, точнее, с петлички звук идет на вот этот вот передатчик. И вот так меня будет слышно. Опять же, можете сравнить с тем, как слышно, когда напрямую петличка подключена к камере, и насколько хороший или плохой звук, когда я использую именно вот так. В общем-то, можете это все, соответственно, оценить. Ну и, собственно, куда же без проверки комплектной петлички. То есть, сейчас я ее подключил напрямую к своей камере без вот этих вот штук, и вы сейчас слышите меня с этой петлички так же, как я записываю на свою петличку. То есть, просто она проводом подключена к моей камере, и вот такой вот звук. Опять же, хороший или плохой, вы можете это оценить сами. Ну и, в общем-то, вот такой вот обзор на вот такой шикарный, просто здоровенный комплект с кучей различных приколюх. И, на мой взгляд, все сделано очень достойно, и мне, на самом деле, все здесь понравилось. Я еще не слушал звук нормально на ПК, я слушал только то, что записал телефон, ну и слышал то, что выдавала колонка. И звук меня в целом устроил. Надеюсь, то, что при монтаже все вот эти мои проверки тоже мне понравятся и меня, соответственно, устроят. На данном этапе могу сказать то, что все очень круто, огромная комплектация, подойдет для разных целей, как просто для записи видео, так и для записи двоих человек сразу с микрофонами, так и для того, чтобы вести какие-нибудь конференции и так далее и тому подобное. То есть беспроводное микро, подключай и никаких проблем. Огромный плюс в том, что если не устраивают петличка, ну либо вот эти вот штуки, и вы хотите использовать другой микрофон, никаких проблем нет, потому что здесь к передатчику можно подключить что угодно. Ну а что касаемо приемника, также есть переходник в комплекте, чтобы с 3.5 на, соответственно, вот этот здоровый штекер сделать, все без проблем накрутил, и уже штекер у нас поменялся. В общем, огромный лайк вот этой компании за вот такой комплект, за вот такие вот возможности, в общем-то, за то, что предусмотрели вообще все, что можно было предусмотреть. В общем, мне реально это понравилось. Как вам качество звука с этого микрофона? Понравилось, не понравилось? Может быть, мне перейти на эти микрофоны и использовать, соответственно, их? В общем-то, все ваши мысли по этому поводу все пишите в комментариях под этим видео. Ну а я с вами на этом буду прощаться. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте мне лайк, подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой инстаграм. С вами был Игорь, канал Всю Китай. Всем удачи и хорошего настроения. Пока!